Привет, ребят! Новый влог, и как вы думаете, нормально ли начинать снимать влог пол первого ночи? Если сегодня воскресенье, это значит, что через сутки мы улетаем. Мне до сих пор не верится, вообще очень какое-то странное чувство, я к путешествиям так отношусь, типа, прикольно поменять иногда обстановку вокруг себя, съездить куда-то, но при этом я так не люблю из дома уезжать, я так не люблю вот эти вот чемоданы еще, аэропорт, что-то вот лететь, что-то сидеть, вообще не знаю, не хочу. Мне надо собирать чемодан, потому что я обычно это делаю заранее, так как пока я собираю чемодан, я могу понять, что, ой, мне чего-то не хватает. Я, конечно же, не собираю никакие луки, мне вообще кажется, что нет в этом смысла, мне нужно судить по тому, что будет происходить, когда я прилечу уже на Алтай, и смотреть на погоду самой, потому что, конечно, подписчики мне пишут, какая там погода и все в этом духе, но это не сильно помогает, потому что, когда мне пишут, там минус 15, я все равно не понимаю. То есть я думаю, что там минус 15 должны ощущаться, как в Москве, наверное, минус 5, ну, насколько я предполагаю, ну, то есть, типа, там не должно быть так холодно, как в Москве, типа, в Москве минус 15, это, наверное, как на Алтае минус 30, ну, мне так рассказывают, поэтому, не знаю. Чтобы начать собирать чемодан... А может, ничего не снимать? Ой, блин, не, наверное, я не буду сегодня ничего снимать, и собирать ничего не буду. Завтра буду. Все, до завтра. Почему я это решила сейчас? Потому что я поняла, что хочу некоторые вещи померить, показать вам, как они сидят на мне, потому что у меня есть для вас тоже всякие скидочки, акции, приколюшки от магазина Elastic Store, я, кстати, сейчас в костюме от этого магазина, и я не хочу просто все это забрасывать в чемодан и говорить, что вот, вот это. Нет, я хочу померить, по красоте сделать, чтобы вы посмотрели. И хочу поговорить с вами на тему того, что в последнее время очень-очень много стало мошенников в интернете, пишут в соцсетях, присылают какие-то опасные ссылки, а у некоторых блогеров даже смогли украсть их YouTube-каналы с помощью обычных электронных писем с мошенническими программами под видом рекламных запросов. И меня это очень пугает, и мне стало интересно, есть ли какой-то способ как-то обезопасить свой телефон от таких угроз. И сейчас я расскажу вам про приложение PhoneGuardian для защиты вашего телефона. Видеозвонки, стриминг видео, посещение различных сайтов, пересылка фотографий, использование общественного Wi-Fi, все это становится гораздо безопаснее с PhoneGuardian. Приложение бесплатное и для iOS, и для Android. И могу вам показать, как оно работает. Не нужно никаких знаний о безопасности. Чтобы использовать приложение, все делается в один клик. Еще тут милая собачка-помощник, которая поможет вам, если вдруг возникнут трудности. Так что имейте в виду, скачивайте приложение PhoneGuardian по ссылке в описании и оставайтесь в безопасности. Кстати, я создала телеграм-канал. Я не знаю, создала я его давно, но он у меня был просто создан и все. Я ничего с ним не делала, не продолжала, ничего, короче, туда не выставляла, никому никакие ссылки не давала, потому что я не могла понять вообще, зачем он мне нужен и нужен ли он мне. Но после того, как я выпустила влог, где я даю какие-то реакции, обсуждаю чужую жизнь, сплетничаю, Вроде людям понравилось. Многие сказали создавать телеграм-канал. Поэтому я не знаю, блин, это так сложно, потому что я на самом деле всегда стою перед выбором. Либо быть вообще просто... Ну, короче, просто когда ты очень много опиздишь про всех, да, всех обсуждаешь, ну, как бы ни к чему хорошему обычно это не приводит. И, ну, не знаю, взять, например, инстасамку, там, кто еще у нас там любит все про всех, вот так вот сказать, и вообще всем, ну, пофиг ему на всех, с кем он поссорится, поругается, просто вот что хочу, то и говорю. Я просто обычно предпочитаю не лезть в вот эти разборки, чтобы вот все говно мимо меня проходило, ну, это же интересно. Ну, короче, и, типа, взять ту же инстасамку, например, ей вообще легко просто, там, записать, снять, как она кого-то обсирает, обсуждает, какую-то дичь сливать. Мне это сложно сделать, потому что я думаю постоянно про репутацию, и зачем вообще все это нужно, ну, как бы есть вещи поинтереснее в этой жизни, чем кого-то обсуждать. Но, с другой стороны, почему бы не совмещать? Я не знаю, получится ли у меня это. Понятное дело, ну, я думаю, не надо думать о том, что каждый мой видос, это будут какие-то сплетни, интриги, расследования, конечно, нет. Просто иногда, если будет какая-то клевая тема, которую мне хочется обсудить, на которой мне есть что сказать, то я, наверное, буду стараться. Ну, и я думаю, что чаще я буду делать это в Телеграме, потому что... Хотя, не знаю, вот что меня бесит в Телеграме, я не понимаю. Тут мне кто-то сказал, что можно сделать, чтобы видеть какие-то реакции людей, еще что-то, я не понимаю, как это сделать. Ну, буду узнавать, буду разбираться, потому что... Чем мне не нравится Телеграм, то, что я не вижу отклик. Да, я вижу, сколько человек посмотрели какую-то там запись мою, то, что я выставила, но я не вижу никаких реакций. И меня это, ну, типа, неживое какое-то общение. Нету какого-то ответа. Вот это мне не нравится. Поэтому я не знаю. Может, я не... Короче, не знаю. Можете подписаться, посмотрим в течение месяца. Если там будет какая-то движуха клевая, интересная, активная, то кайф. Если нет, то я сама скажу, типа, ребят, не моего. Я не знаю, то есть я просто тестирую, да, но тестирую для того, чтобы еще и, понятное дело, люди мне будут писать в директ. Там на Ютьюбе, может, в комментариях, что Юль, Телеграм, кайф, вообще интересно, продолжай в том же духе. Или кто-то напишет то, что, ну, не особо интересно. В принципе, ничего интересного нет. Забей. Типа, не трать свое время. Ну, короче, я не знаю, да? Все. В общем, ладно, решено. Не буду сегодня ничего собирать, никакие чемоданы. Мне надо постараться лечь сегодня пораньше. Я не знаю, как это сделать. И не умею. Я сейчас пойду в душ, пойду смою косметику. Такой бред, на самом деле, получился. Потому что я сегодня просто весь день лежала в телефоне, смотрела всякие новости, всякие ужасающие видео. И в итоге ничего не сделала за этот день, потому что весь день просто пребывала в каком-то ауте, в каком-то шоке. Есть и хорошие новости сегодняшнего дня. Я буду покупать трек, новую песню. И меня это прям вдохновляет в том плане, что, может быть, у меня что-то и получится в музыкальной карьере, назовем это так. Я не знаю. Я просто к тому, что если ты хочешь, мне так кажется, как я это вижу, как я это чувствую, и если ты хочешь быть успешным в чём-то, ты должен делать это регулярно и классно. Но очень часто ещё, мне кажется, играет роль регулярно. И когда я выпускаю один трек в год, один трек в полгода, ну, чаще в год, в два, то от этого толка не очень много. Я это делаю, ну, не для чего-то там. Я уже много раз говорила, что музыку я выпускаю, потому что мне нравится, потому что это какая-то активность, потому что это прикольно. Ещё, то есть я не обязана выпускать музыку, потому что я там какая-то певица или должна выступать. Нет. Может быть, я и буду когда-нибудь выступать, если мне, если я, не знаю, взорву чарты и меня начнут приглашать. Меня, кстати, уже приглашали выступать, но я такая фифа, типа, ну чё? Ну и понятно, у меня есть страх сцены, и я вообще не люблю выходить из зоны комфорта своего. О, понятное дело. Ну и в этом ничего хорошего нет на самом деле. И в своём телеграм-канале тоже я уже об этом рассказала. Я думаю, что там вы сможете узнавать какие-то новости быстрее. Я думаю, что я туда всё-таки буду какие-то эксклюзивные штуки вбрасывать, какие-то комментарии эксклюзивные тоже давать, кого-то, может быть, даже будем обсирать. Я не знаю. Не знаю, но посмотрим. Посмотрим, потому что всё равно нужно осознавать, что то, что ты говоришь в интернете, это всё равно интернет. То, что там у меня нету миллиона подписчиков, это не значит, что это останется незамеченным. Поэтому, да, сейчас уже тысяча человек. Тысяча! Я сделала сторис, сказала то, что, ребят, сделала, но я такую рекламу себе, конечно, сделала, такую сторис, создала канал. Ну, я не знаю, зачем. Ну, посмотрим. И всё. Нужна регулярность какая-то, периодически выпускать. Так же, как с видосами. Если бы я выпускала там блоги раз в месяц, раз в два месяца, я думаю, что никто бы их не смотрел, потому что люди отвыкают. И когда, ну... Ну, это типа как, знаете, вот я... Мне нравится чей-то канал. Я захожу каждый день, там, через день, в надежде, что вышло новое видео. И я каждый день в течение, там, не знаю, двух-трёх недель захожу, и я вижу, что нету нового видео. Я думаю, да ну тебя нахрен! И я перестаю заходить на этот канал, потому что мне надоело. То, что я захожу, я там ничего не вижу. То есть я прям разочаровываюсь. Вот. То есть как я это чувствую, я думаю, у многих точно так же. То есть когда ты долго заходишь постоянно в надежде, что вышел какой-то контент, а его нет, ты такой, типа, мне неохота сюда заходить. И ты понимаешь, уже в голове ты себе представляешь то, что, ну, как бы завтра я зайду, там тоже ничего не будет. Я просто не буду больше заходить, и в итоге ты не заходишь. И всё. И поэтому, как бы, просмотры падают. Поэтому опять вспомнила про Милену, блин, чужого. То, что она тоже, так, знаете, ныть, что-то там, ой, у меня что-то там плохо, это самое. Ну, конечно, когда ты выпускаешь раз в год по обещанию какие-то видосы, кому это будет интересно. Вообще люди, которые жалуются на просмотры, я не говорю, что там Милена жалуется, просто, в принципе, люди, которые жалуются на просмотры, что их там не смотрит ещё что-то, или у них там как-то всё плохо, ну, как бы вы, ну, сначала подумайте о том, что вы делаете, а что вы не делаете. Чаще всего ничего не делаете. Не надо расстраиваться из-за маленьких просмотров, например, я это могу сказать для блогеров, просто начните регулярно выпускать контент. Это самое главное, я считаю. У меня бывают, да, перерывы в 5 дней, но потом я могу несколько дней сразу пылять какие-то видосы, плюс ко всему я всегда в Инстаграме, всегда, то есть всё равно я всегда на связи, хоть чё-то, да я выстолю. Очень редко бывает, что от меня вообще никаких новостей. Так что ладно, завтра будем собирать чемодан, а я пошла мыться и пытаться пораньше лечь спать. Не представляю себе это возможным, а мне ещё нужно повесить бельё, снять сухое. И, кстати, у меня нет перчаток, варежек, надо будет за... Варежки, варежки, варежек. Надо будет завтра поехать купить. Даже не знаю, какие, ну какие-нибудь мельники. Ну, короче, да, нужны обязательно перчатки, потому что я не знаю, я не знаю. Хорошо, что я об этом вспомнила. Привет, ребят. Вот, как я и обещала, следующий день, когда я собираю уже чемодан. Так, хочу сказать, я в Манго, в магазине, купила себе вот такой шарфик. Чем он мне понравился? Тем, что он такой, как будто вязаный, и, ну, цвет прикольный. Я люблю такие оттенки, сами видите. Даже носки у меня такого примерно оттенка. Ну, нежные, розовые. Короче, шапка, просто такое дно. Я её не мерила, я её взяла, потому что думаю, ну, комплект всё равно как бы прикольно будет. В итоге, вот так она не стоит, понятное дело. Я просто настолько, это не моё, настолько фу. Просто ужас. Надо было померить. Не мерила я тогда, потому что я была с хвостиком, и думаю, а ладно, всё равно комплект возьму, в итоге зря. Ну, не знаю, может быть, где-то и пригодится. Ну, короче, вот такой вот шарфик. Я сейчас думаю, как я поеду. О, мне кто-то звонит. Мы едем вместе с Машей Пановарёвой, блогер. Она travel-блогер. Классная тоже. У неё фотки все очень клёвые, крутые. Она постоянно в каких-то поездках. И вообще, в принципе, это она нас со Славой позвала в эту поездку. И она меня сегодня скидывает. Вот их 10, наверное. Типа, Юль, у вас, смотрите, скидывай луки, которые я подобрала. Ну, чтобы ты примерно понимала тоже, типа, что ты хочешь там, может. Ну, как-то что-то, типа, ну, как бы это по-дружески. Она мне, наоборот, помогает. Типа, вот в чём буду я. Чтобы я такая, типа, так, она берёт вот это. Может быть, мне тоже что-то в этом духе взять. Я понимаю, что просто Маша там взяла несколько курток, там, три пары ботинок, четыре сумки. А я такая думаю, так, я возьму одни ботинки, одну куртку. Ну, может быть, две-три сумки. Не знаю, это зачем так много. Я вообще планировала взять чисто для фоток. Ну, короче, не, ну, надо, наверное. Просто у меня мысли такие. То есть, я понимаю примерно, что для фотографий чаще всего я буду снимать куртку. Это будет такое, типа, быстро фоткаться. Понятное дело, у меня под одеждой будет термобельё, колготки, там, шерстяные носки. Поеду я, наверное, вот так. Ну, да, по цвету, конечно, не идентично, но... Вот костюм этот. Кстати, из магазина Эластик Стор. Я его просто обожаю. Это мой любимый сейчас костюм. Он идеально сочетается с этими ботинками. Просто идеально. Я думала взять с собой шубу. Проблема заключается в том, что шуба тоже белая, и у меня и куртка белая. У меня есть не белая куртка, пуховик, но он очень большой, я не смогу его с собой взять. У меня есть вариант шубу положить в чемодан, хотя она очень много места займёт. Просто очень много. Но, в принципе, если собрать луки и не брать ничего лишнего, то всё получится. Ну, очень классный зимний лук, мне кажется. Всё в бежевом такое. Ещё шапку сюда, но, правда, она розовая, не подойдёт. Или плохо. Такой я барон в этой шубе. Я просто не знаю, правильно ли брать шубу в очень снежное место, ведь она может намокнуть, и ничего хорошего не будет. Но зато она, кстати, очень тёплая. По-хорошему надо бы её взять. И сумки надо взять. Только я не знаю, какую. Сто пудово у нас будет с собой рюкзак. Ну, блин, на самом деле, эта поездка точно будет такая, где мы не будем луки менять, потому что одно дело, там, я не знаю, зайти в туалет, переодеться. Мне кажется, это не будет возможно в нашей поездке. То есть на каждый день каждый, ну, разный лук. То есть, мне кажется, вряд ли это будет так, как обычно происходит, что, типа, в день несколько луков меняешь и носишь с собой в рюкзаке какие-то там сменные наряды, скажем так. Поэтому мне кажется, что нужно просто на каждый день собрать какой-то лук. У меня, кстати, есть ещё ушки. Я про них вчера вспомнила и подумала, вау, какая молодец, что я про них вспомнила. Но, типа, они тёмные, и надо что-то светлое под... Надо тоже что-то тёмное подобрать. Ну, хотя, в принципе, они с волосами сочетаются. Ну, блин, я просто думаю, что под эту шубу надо без капюшона что-то. Ну, и, может быть, сумку чёрную сюда. Ну, да, странный лук. Такая вообще свекла. Как будто это у меня здесь эти волосы, такие гульки. Ну, да, в идеале надо взять шубу. Также я собираюсь взять вот такую вот... Чего это? Рубашку тоже из магазина Elastic Store. Она клёвая. Конечно, она, ну, не будет сильно тёплой, но я, наверное, не планирую в ней прям гулять, типа, по улице. У нас будет очень красивый отель, и я хочу, может быть, рядом с отелем фотки поделать. Ну, типа, когда ты далеко никуда не уходишь, так чисто выбежал, пофоткался, и обратно. Либо, может быть, даже в номере, потому что у нас номер должен быть безумно классный. Там такой купол, что-то такое прикольное. Вот. И, кстати, сейчас я надену штаны тоже, которые я планирую взять. Ну, понятно, что что-то другое здесь будет. Это, кстати, тоже это лифчик из Elastic Store. Они начали делать бельё и очень классные трусы, типа, как под мужские, и у них безумно удобно спать. Ну, короче, например, застёгнуто вот так вот, то есть вот такие кожаные штаны. Здесь вот так вот. И сюда, кстати, офигенно, мне кажется, подойдут эти ушки. Под низ тоже можно надеть термобельё или какой-то топ. Блин, мне кажется, прикольно. Да, круто! Сейчас кто-то сидит и ржёт над моими луками, такие тупые. А мне кажется, прикольно. Ну, это я, наверное, брать с собой не буду, хотя... Хотя идеально. Блин, очень крутой лук. Или с хвостиком. Как это обычно прикольно носит. О, интересно, обратно шляпы. Шляпа — это странно. в такой поездке зимний. Мне кажется, может и нет. Да, с хвостиком, мне кажется, это ещё прикольно носить. Ну, вообще! Всё равно тупо, но мне нравится. На самом деле, тупо брать Диор, потому что в неё ни хрена не помещается. Ну, нет, помещается, конечно, но варежки я туда не засуну, например. Чисто для фоток её брать. Какая круче, интересно. Мне кажется, это больше подходит. Ну, кстати, вот эти штуки, они не такого цвета, они как будто... Хотя вроде коричневые. Причём здесь, мне кажется, вообще высокий хвост прикольно будет. О, с шляпой тоже круто. Прямо очень круто. Классный лук! Классный лук! Что же мне брать? Шляпу точно надо взять. Ну да, в принципе, если под эту рубашку надеть тёплое термобельё и ещё какую-нибудь кофту, да, вот без горлышка, то вообще, ну, норм, в принципе. Под лосины тоже надеть. Даже и норм! Даже и не завёрнешь. В итоге, я из как дура выгляжу, с этой стороны. Такую сумку не очень клёво везти в чемодане. Я с ума седу, если с ней что-то случится. Ну, в принципе, в шубу её закатать. Понятное дело, в коробке-то ни в какой-то её не повезёшь. Конечно, логичнее было бы взять ловитон, например. Ну, придётся брать Диор. Может, её забить ещё чем-то надо. Тут вдруг ещё сомнётся. Положу сюда вот это для макияжа. Всё, но это брать собираюсь. Так хоть. Не знаю, правильно я делаю или нет. Мне кажется, да. Ой, я чуть-чуть всё вспотела. Ладно, я пока её далеко убирать не буду, потому что я могу ещё с другими луками. Так, один лук у меня есть. И, в принципе, в нём даже и гулять можно пойти, просто под низ тепло одеться. Да, хорошее настроение у меня. Итак, следующий костюм вот такой вот синий, тоже эластик стор. Он мне безумно нравится, но посмотрите, какая кофта. то есть даже если я под низ что-то надену, только если вот так вот фоткаться, ну, я всё равно буду бояться, что будет, ну, типа, так вот руку приподниму, и тут уже будет не тело, а какая-то ткань, например, чёрная, какая-нибудь кофта, и это, ну, не очень такой вариант для этой поездки, всё-таки более прохладный, хотя я просто влюблена в этот костюм. Наверняка вы видели у меня даже в ТикТоке, я много уже в нём снимала. Он очень клёвый. очень приятный, прям волшебный. А, кстати, у меня есть велюровый костюм, я его вчера постирала, интересно, высох. Его бы тоже можно было взять, а вообще я уже поняла, то, что я просто в эту поездку беру с собой чисто спортивные костюмы. вот, у меня уже получается раз, два, три, три костюма спортивных, один вот этот лук, то есть это уже четыре лука, в принципе. Ой, не знаю, не знаю, мне нужен очень нежный, красивый лук. Как раз я думаю, что я возьму этот, не пуховик, а шубку, если что, это не настоящие шубы, это эко, мех, этот эко, я ее возьму, там у нас будет фотосессия с лебедями, мы приедем на какое-то озеро, где они постоянно. Также я беру вот такой костюм, который я вам вчера показывала, тоже Elastic Store, лосины и такой топ, и это, конечно, сто процентов уже такое, сфоткаться, выйти, выбежать, сфоткаться, может быть, даже с шубой сверху, потому что, понятно, ну, в этом гулять будет холодно. К сожалению, ну, вот еду я в такое холодное местечко, хотя, на самом деле, я не знаю, может быть, там все окажется, вообще не так уж и страшно, как я себе это представляю, ну, посмотрим уже на месте. Так, это на самом деле жесть, потому что это еще не все, еще очень много вещей, должно куда-то поместиться. Блин, я уже под шубу положила сумку Dior, и еще ведь славен вещи, ну, мне кажется, что у нас будет три чемодана, два в багажник, и один, типа, ручную кладь. Кстати, какого черта я могу сюда сумку положить Dior? Наверное, я так и сделаю. Это, кстати, никогда так не делала, но, наверное, я так сделаю. Это самое гениальное решение, которое пришло ко мне сейчас в голову. Вот черта! И еще одна рубашка, тоже из Lastic Store. Даже не знаю, может, надо было лучше эту взять? Блин, на самом деле, я вот все равно, я такая девчонка, я не люблю вот эти вот все, заморачиваться с луками, мне это все не в кайф. Мне чем проще, тем лучше. Я вообще сейчас сижу и думаю, блин, надо заморочиться, надо вставать в 6 утра, чтобы снимать всякие тиктоки на свете и так далее, но на самом деле мне хочется просто отдохнуть. Ну, как бы, я понимаю, что отдохнуть все равно не особо получится, ну, в какой-то степени отдохнуть получится, ну, короче, не хочется никаких заморочек, хочется провести время с любимым, в красивом месте, сделать классный контент, но не так, что, типа, сделать это задачей номер один. Поэтому у меня даже вот больше ничего брать не хочется, я и не знаю, что брать, и придумывать какие-то наряды тоже неохота. Ну, мы там будем 6 дней, все равно что-то придумать-то придется. Не понимала раньше смысл пыльников, а честно, до сих пор не особо понимаю, ну, типа, понятно, чтобы не пылилось, типа, вот я и так понимаю. Ее тоже, конечно, хочется взять, потому что я хочу ее еще отцеплять, и фоткаться вот так, ну, понятно, что все равно это аксессуар, сюда классно подходит. И пинка сумку тоже возьму, то есть у меня получится одна черная сумка и светлая. Причем, у меня получится только одна большая сумка. Короче, не знаю, посмотрим, думаю, что в любом случае у нас еще будет с собой рюкзак. вот такая у меня аксессуарная. Кто мне пишет? Опять фигня-нибудь какая-то. Ну да, мне это надоело. Подписана я на всякие паблики в Телеграме, мне постоянно приходят уведомления, я думаю, ааа, мне кто-то написал, да, и Вива чувствует, что мама уезжает завтра, и папа тоже, да. Я вот прежде чем начала снимать влог, лежала, чаек пила, блинчики кушала, и Вива так ко мне мило подходила, целовала меня. Блинчики я в тот момент уже не кушала, так что это она не из-за блинчиков так ко мне относилась. В этом костюме я завтра поеду. Носков тоже накупила, а, еще, кстати, взяла вот такие классные штуки, а помните, я говорила, кто следит за мной, кто за мной следит, в Инстаграме, в сторис, говорила, что хочу гетры себе, в итоге я не взяла гетры, я взяла вот такие длинные носки, которые можно, ну, спустить и, как бы, набрать так тоже, чтобы они как гетры были. Очень классные, я хочу в них и в отеле пофоткаться, там тоже очень, кстати, красиво должно быть. Поэтому хочу вот это, и что-то сверху такое, типа, может быть, рубашка какая-то, не знаю, как в фильмах что-то хочется, такое, теперь я стою спиной, у меня там кудри, кстати, надо не забыть плойку взять. Слава сейчас приедет, офигеет от того, сколько я уже всего набрала. Но на самом деле проблема в том, что все вещи, ну, объемные, типа, теплые, поэтому придется нам брать еще один чемодан. Конечно, Славе это не очень понравится, но, что придется с собой таскать еще один чемодан, ну, что поделаешь. И это у меня еще косметика, я еще хочу взять фотоаппарат, ноутбук, ну, это, конечно... Ну, да, в принципе уж, если берешь одну шляпу, можно и вторую взять, они все равно займут место. Ну-ка. О! То, что нужно. Такс, теперь это все надо положить. Интересно, сколько вещей захочет взять Слава? Он вообще не заморачивается, он точно не будет луки никакие подбирать. Ну так, плюс-минус. Вообще, я надеюсь, что завтра мы еще с ним съедем в торговый центр, и я так и не купила варежки или перчатки, у нас их реально дома нет. Зайчик! Мой любимый! Мой хороший! Это очень вкусная собачка! Я тебя съем! Я тебя сниму! У меня такой новый трек! Закачайтесь! Сегодня я купила новый трек, и он называется его такое первоначальное название Луи Виттон. Реально, там будут строчки про Луи Виттон, конечно. И я вот не знаю, блин, а вдруг Луи Виттон такой скажет, что, херела использовать наше название? Поэтому я даже не знаю, но я даже танец придумала. Типа Л, типа и В, например. Но это можно как-то типа ну, короче, на-на-на-на-на-на-на Луи Виттон, Луи Виттон, Луи Виттон. Ну, это же типа ЛВ, и вот можно для ТикТока потом придумать такую фишку. И следующий комментарий. Юля, в этой песне твой голос просто топ. Спасибо! Но для детей пойдет, для 20-летних не зайдет. Знаете, на самом деле, вот я думаю, что многие люди, в принципе, такие же, как и я, любят судить по себе. Хотя я адекватно всегда отношусь к таким вещам, и если я слышу какой-то трек, который мне не нравится, у меня нет мысли о том, что, ну, раз мне не понравился, то всем, кому 23 и выше, не зайдет. Заказала еду, как вы могли догадаться, готовить я совсем не собираюсь. Какое-то у меня странное чувство. Второй день башка болит. Постоянный голод какой-то испытываю. А, понятно. Я за сегодня съела два блинчика, сейчас 9 часов вечера. А я думаю, что я голод испытываю? Странно. Так здорово, что я перестала пользоваться плойкой для гофре, вот такого прикорневого. Потому что раньше я часто ее использовала, мне казалось, что мне не хватает объема в волосах, а теперь, я не знаю, что произошло, но мне все устраивает. Странно. Очень странно. Наверное, это был какой-то такой период после наращивания волос, потому что, конечно, когда ты наращиваешь, у тебя волосы еще гуще, еще больше их. Когда ты снимаешь наращившие волосы, кажется, что так мало волос. Сейчас я трогаю, я думаю, блин, вообще нормально у меня волос. Так, ребят, ну что ж, уже приехал Слава, мы покушали, собрали чемоданы, я сейчас собираюсь пойти в душ. Сегодня я вам показала вещи из магазина Elastic Store, и это еще не все, что я вам показала. На самом деле, у меня есть еще вещи из этого магазина, но я их, наверное, покажу лучше еще в Инстаграме, в других видео. Но самое главное, что мы дружим с этим магазином, и они решили предоставить для моих подписчиков купон. Купон, который дает скидку 500 рублей по моему промокоду PUSHMAN, который сейчас видите на экране. И в описании к этому видео я написала, до какого числа действует этот купон, так что, если вдруг вам что-то понравилось, вообще зайдите в Инстаграм, к ним посмотрите, у них очень много разных классных вещей. Так что, да, зайдите, посмотрите, ссылки я оставила в описании. Ну и, в принципе, наверное, на этом все. Я думаю, что, когда вы смотрите это видео, я, наверное, уже на Алтае нахожусь, либо я только улетаю, а завтра я улетаю, поэтому не знаю, когда я выпущу это видео, потому что у меня есть еще одно видео про сумки, я решу, какое выйдет раньше, но в любом случае, следите за мной в моем Инстаграме, смотрите, потому что я буду выставлять много классного контента с Алтаем. Всем большое спасибо за просмотр, всех люблю, целую, обнимаю и всем пока!